Всем привет, с вами Пасон. Сегодня мы начнём играть в игру Overlord Rising Hell. Это оригинальный Overlord с дополнением Rising Hell, открывающим новую локацию Ада. Начнём мы новую игру на нормальном уровне сложности. Как видите, я уже немножко вспомнил, как в неё играть. Игра весёлая, интересная. Вот он! Это он! Брызните кислотой в глаза, это его освежить. Господин! Вам к лицу жестокость! Идёмте! Нас ждут великие свершения! Я чую, как земля содрогается от ужаса! Ну вот, как видите, игра уже началась. Нас достали миньоны из такого склепа или морга. Судя по тому, что здесь одна могила, мы, получается, здесь единственные, кто лежал. А, нет, вот ещё могилка есть. Ну, в общем, мы будем играть за злодея. Старшие свиты и преданной слуга тьмы. Ну, сейчас, как всегда, я нас пытаться обучать. В этой пещере находится плодильня, где рождаются и живут прихвостни. Теперь вы с нами не можете вызывать прихвостней через портал прихвостней. Зажимаем shift, левый, и правая кнопка вызываем, сколько нам доступно миньонов. Посмотрите в эти хитрые злобные глазки. Прихвостни готовы начать резню. Продолжим. Следуйте за мной. Я обучу вас искусству управления свитой и ведения битвы. Но если вы хотите немедленно приступить к резне, то я подожду вас в дронном зале. Какое-то шоу линьки. Следует за вами куда угодно, хозяин, пока вы не отошли. Вот видите, это улей этих миньонов. Обучение я не буду проходить, потому что это тело каждого. Играть будем за злодея, как я уже говорил. Но судя по тому, что нас застали склепы, какой-то мы были спящим, что ли, в склепе злодеем. А как же обучение искусству зла, хозяин? Ну, обучение — это дело каждого самого личное. Вот наша башня. Как видите, она вся разнесена в хлам. Сейчас узнаете, почему. Ваш тронный зал, повелитель. Увы, в наши дни к любому оплоту зла выстраивается очередь героев-самозванцев. Последние были особенно назойливыми. Даже прикончили вашего предшественника. Но появились вы, господин. Зло везде пробьет дорогу. Они разграбили и чуть было не разрушили башню. Но эта помеха ничтожна для сил тьмы, повелитель. Вы наш новый владыка. Отстройте башню, покарайте мнимых героев и верните себе владение тьмы. Это башенный портал, повелитель. К несчастью, ему недостает источника силы сердца башни. Но немного энергии еще сохранилось. Ее хватит, чтобы доставить вас туда, где в последний раз увидели сердце. Когда будете готовы, повелитель, шагните во врата. Ну и как видите, что нашу башню разнесли лжегерои, которые пытались нас победить. Но так как мы были в склепе, как сказал главный миньон, что предыдущего злодея убили, значит, получается, мы не являемся этим злодеем, а мы, получается, законсервированные версии предыдущего злодея, как бы злодей номер два. Хотя он обращается к нам так, как будто мы умершие, нас воскресили. В общем, непонятно. Но все равно мы как-то играем за зло. Ладно, пойдем в портал. А-а-а, вы прошли через врата, господин. Голубинка, сплошная красота, спокойствие и идиллия. Отвратительно, правда? Вы уж потерпите, господин. Врата – это древний магический ход между этими землями и башней. Через них вы можете призывать своих слуг. Сейчас вам подвластны только бурые. Чтобы командовать другими кланами прихвостней, надо их сначала найти. Возможно, мы сумеем найти украденные части башни в этой прекрасной цветущей лесу. Чтобы расширить количество, нужно собирать вот такие тотемы. Но тотем данный мы не сможем достать, так как он находится в воде, а в воду могут заходить только миньоны голубого цвета. Они умеют воскрешать павших миньонов, если успевают ходить в воде. И при этом они очень хилые. Дальше есть у нас еще огненные миньоны, которых мы пока еще не достали. Они в упор тоже, конечно, ни о чем, но дистанцию стреляют огнем и позволяют поджигать траву или врагов. Также есть зеленые миньоны – это ассасины, которые бьют со спины когтями. Очень эффективны при атаке спины в большом количестве. Как видите, у нас сейчас доступно 3 миньона всего. В башне у нас 0. И также остальных у нас, видите, по 0. Максимум нам доступно 5 миньонов призвать в данный момент. То есть наше влияние позволяет. И 100% – это вооруженность нашей группировки этих миньонов. Ну, 0% – это наша злоба, и 0% – это деньги. Вот наше задание. Так, вот можно убивать овечек, получать их души для того, чтобы восполнять количество миньонов. Но забрать их жизненную силу – вы все равно. Можно убивать все, но все, в принципе, приносят точки. Тем больше шлух можно призвать сквозь... Мы можем сами собирать эту душу, можем также сами атаковать через пробел. Можем мы отправить миньонов, они будут убивать и приносить нам души сами. Также миньон приносит нам все, что угодно. То есть деньги, бутылки с маны, здоровьем. То есть вот так можно, скажем, это вправить. Они принесут нам эти души. Так, подходим, выделяем, и еще двух миньонов. Вот, максимум достигнут. Что-то новичка еще какая-то бродит. Убивать можно, в принципе, абсолютно все, даже мирных жителей. Чтобы увеличить силу своей группировки, нужно тотемы собирать и одевать их. Вот, видите, разбили и включают экипировку. Они собирают оружие, шлемы, доспехи. Поэтому они убирают более сильные. То есть, если у вас, скажем, уже есть оружие, он может поменять его на более сильные. Вот, также наши миньоны сейчас делают за нас. Укажите всем своим прихвостям на эту колонну, и вместе не сумеют. Первые жители деревни. О, полурослики отняли у меня ферму. Привязали меня на солнцепек и ворон пугать. А теперь еще и тыквы ополчились против бедного Боба. Они хотят отомстить мне за все те пироги, что я из них сделал. За студень и... Мороженое. Я слышал, как они шепчутся по ночам. Но свою ферму полуросликам я не отдам. Нет уж, они еще хуже тыкв. Пожалуйста, помогите бедному Бобу вернуть ферму. Вперед! Ну, в общем, косить можно жертвы и ковы. Походу, у него на солнышке голову припекло, но потом мы с дополнением Розенхелл поймем, о чем он. Кричат, они напуганы до смерти. Хватайте их, ловите их. Даже птицы надо мной смеются. Они в сговоре с тыквами, я знаю. Можно эти бидончики, косить траву тоже. Видите, даже миньоны тыквы используют как качество шлемов. И вот так отправляем его дом, и там начинается махач. Ваши слуги ведь никак не связаны с тыквами, правда? Можем, конечно, с нами разобраться. Но они там чему-то радуются. Ох, лучше тебе не мешкать, сынок. Тропа от моего дома ведет в деревню Кутеж. Спорю, там целые полчища этих толстеньких дьяволят. Так что держите ухо востро. Ну, не обольщайте, что расхождение идет с субтитрами и текстовым. Я думаю, я останусь здесь, ферму восстановлю. Буду выращивать кабачки. Кабачки ведь не разговаривают. Да, у него все не разговаривает. Да, все будет хорошо. Если хотите, засунуть из своих меню какую-нибудь альнионку, которую вы не можете пройти, вы должны зажать левую и правую кнопку мышками и просто двигать по экрану. Они будут ходить туда, куда укажутся, и разносить все бусы. Вот, он же говорит. Нет, не пугайтесь. Ваши доспехи и оружие выкованы в башне специально под заказ. Своему повелителю мы краденой давать не дерзнем. Нет, нет, нет. Вот, видите? Уже в шлемах, и с топорами, мечами, в лавами. Видите тучки, что поднимаются над мертвыми полуросликами? Это энергия зла, что живет в каждом злом существе. Со временем вы многое узнаете о ней. Как видите, у нас уже в башне еще доступно 9 миньонов, и наша вооруженность 141%. Вот, сердце башни. Должно быть, полурослики при его помощи выращивали тыквы. Дуратье! Они и не ведают о закрытой в нем истинной силе. Нужно расколотить тыквы и вернуть башне ее сердца. Конечно же, прихвост не понесут его за вас, повелитель. Темный властелин не должен таскать тяжесть. Ну, сам за собой. Должнее, нежнее. Сейчас я еще буду тяжесть всякий таскать. Сделаем себе мостик. Ага, свита нашла короткий путь. Ага, нашла она. Здесь пришлось поработать за свиту. Конечно, бывает, если так, где миньоны не помогают, то есть невозможно спросить, и будет самому даже воевать. Я же вижу, притворяешься, держишь его одним когтем. Губа, навались, жалкий ты бурдюк с гноем. Да, доброта из него прямо так и придет. Можем вернуться в башню для получения новых заданий и указаний. Скажу одно еще, что мы можем отправить миньонов в яму, а можем просто войти в телепорт. Они автоматически вернутся в яму. И в башню возвращаемся. То есть неважно, зашли вы в телепорт перед тем, как отправились их миньонов по ямам, и вы отправите их или они сами. Это и есть сердце башни, повелитель. Оно сыграет главную роль в возрождении вашего царства тьмы. Теперь вы сможете бывать в башне, когда пожелаете, и пользоваться всеми ее ресурсами. Смотрите-ка, вам преподнесли маленький подарок, господин. Вот эти тотемы увеличивают вашу армию. Вы можете управлять десятью прихвостнями. А, этот сохранил заклятие. Это огненное заклятие. Живучий малый. Надо было догадаться, что он выдержит. Я научу вас призывать его на помощь, когда понадобится. Но заклинаю вас, повелитель, ищите остальные вещи, пропавшие из башни. Сейчас нам не помешал бы кран. Тогда мы расчистили бы обломки и проникли в покои. Кстати, вот насчет тотемов, которые нам приносят миньоны, или мы находим... Видите, еще две стойки есть. Мы можем с помощью других тотемов, красных и синих, увеличить свое здоровье и ману. А вот эти места, где заклинания... Это сами заклинания. То есть нужно найти статуи в виде заклинаний, и они будут доступны. Пойдем в холмы, в деревню. Раз, 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 проверка! Эта штука работает? Кажется, не очень. Видите, у нас больше миньонов, но они меньше вооружены, если нет. Поэтому сила армии уменьшилась. Существа в округе, мой господин, весьма бесстыдны. И наверняка уже размножились, покрыв свои потери. Призовите своих слуг, и мы отправимся в деревню! Кутеж! Что за дураки-то? Ладно, пойдем в деревню зайдем. Будем попутно вооружать свою армию, по мере возможности. Я думаю, срежем путь через найденную нашей аравой дорожку. Так, здесь уже как раз 10 миньонов, чтобы сдвинуть ее. Полурослики идут к бою! Стойте! Это не полурослики. Посмотрите на того бугая в шлеме. Может, это два полурослика в одних доспехах? Да, спорю, так и есть. Я бы не стал доверять этим мелким пронерам. Ну, может, ты и прав. Эй, если вы не полурослики, освободите наших людей из лагерей, что дальше по дороге. Стойте уже спокойно, а то мне никак не прицелиться. Теперь, когда лорку... Вон они в поле, маленькие жадные полурослики. Подождите пшеницу огненным шаром и поджарьте их, как поросят на обед. Вот так же ваши огненные минюны могут тоже поджигать все. Кстати, вам не советуются ходить в огонь. Идет денежки уже начинают капать. Все, что с них осталось, можно тоже подбирать себе. Вооружаться. Полурослики страшнее, конечно. Не то, что вовстрине колец. Полурослики, огонь! Мы так как быстро всех перережем. Можно вот такие места заходить. Надеюсь, здесь всякая фигня. Типа ящиков, вотчик, разбиваешь их. С него отсека разные вещи падают. Хорошо, что когда я огонь все делает за тебя. А еще лучше, когда имени он за тебя все делает. Еще кое-что, господин. Каждое убийство невинного человека делает вас более злобным. Это притягивает к вам энергию зла, делая вас сильнее. Однако, для долгого похода во славу тьмы, это не очень подходит. Нам нужны живые люди. Из их благодарности можно извлечь определенную пользу. Поэтому, наверное, будем играть за доброго злодея. Не будем убивать жителей. Вот видите, там денежек до фигаи, штуки. У нас иначе будет этот показатель расти. Так, здесь все закрыто. Ну ладно, посмотрим, что у нас здесь. Ну ладно, пошли к Полуросликам в гости. Вот еще бочечки есть. Это кровавая яма, повелитель. Здесь вы можете принести в жертву своих слуг, чтобы восстановить здоровье. Не сомневайтесь, они с радостью умрут ради вас. Рискованно, конечно, когда ваша свора экипирована полностью. Вот видите, это тентом. Экипирована она полностью, поэтому приходится... О, это источник маны! Ну, жертву эти экипированным. Здесь можете восстановить ману, принести в жертву своих прихисти. Сил, вооружите его хорошенько. Потому что экипированный больше урона нанесет, и больше пользы будет от него, чем от того, который не защищенный и не вооружен. Они кидаются камнями! Недоразвитые! Наверное, это лагерь, о котором говорили крестьяне. Осторожнее, повелитель. Одного миньона лучше, конечно, оставлять, лучше с япачкой накидывать. Потому что иначе одного миньона просто запинают. Нет, уже одного убили. Убедитесь, что вас сопровождает достаточно слух. Может, полурослики и малы, но они все же опасны. Вот мне бутоки с маной носят. Деньги. Тут у новички ползают. Я слышу скулёшь каких-то маленьких существ, господин. Отдельные вот эти возбасы у нас не переведены. Вызовем еще одного потерянного. Пойдем открывать ворота. Можно отправить всех крутить. Чем больше, тем быстрее. На колесах, кстати, по-моему, ограничений нет по количеству использованного миньона. Можно один крутить, но будет долго. Когда будем захватывать территорию, вот здесь будут наши флаги ставить. Так, телепорт и миньонов призывать. Вот, как говорил, такие места, которые трудно достать. Поберяю миньонов, там все быстренько зачищают. Если честь ценное для нас приносит. Че нету, то забирают себе. У меня мозоли! Ого, мои бедные руки! Мы должны предупредить вас, что лагерь впереди. Цифры на дними, это сколько миньонов отправлено на одного этого полурослика. Продолжение следует... Можем сами повоевать тоже. Даже виллы все тащат. Да, игрушка такая, я говорю, веселая. То есть... Так, берем миньонов и погнали. Сейчас откуда вот полурослика, который кидает с камнями булавок в штанах. Эй, помогите нам! Вон там остались еще пленники, но их охраняет тролль, здоровенный как гора. Мы поможем вам одолеть чудовище! Так, освободим крестьян. Зачем умирать, когда за тебя готовы умереть другие? Страх и благоговерие. Выпустите нас отсюда! Да, конечно. Культурность. Вот так! Когда он так делает, проще оттазывать их. Выпустите нас отсюда! Ну так быстро он убивается. Для особых проблем. Сначала обнесем здесь все, что можно. Культурная grey двери. Культурная кстати. Культурная музыка. наш освободитель эй нам эта махина больше не нужна хотите забирайте ну теперь тут все наше неудачники скорее господин пусть прихвостник тащит эту штуку путевым ротан наш телепорт освобождаем заключенных крестьян погуляемся с еще дочистину страшно видите уже быстрее справляются надо не стоит сразу прямо кидаться можно почистить территорию то что будет всякие кировка для миньонов золото для для нас плюс дороги нужно расчищать все один тут был рослик прикурнул так он и остался здесь нить сколько бочек слома что ты для миньонов оказалось полезное что-то для нас ну ладно пойдем в башню вернемся пусть и деревню шиправе или кутеж кому как удобней и лучше вернуться в башню на видите миньонов не отправлял яма не сами найдут путь с ями ближайшие туда вот уже начинается ремонт у нас тут так как мы достали кран судя по шуму очень эффективный ремонт идет теперь вы можете заново отстроить башню господин подъемник отлично начинаем строительство подземелья посмотрите как мило здесь можно драться с любым побежденным врагом спустимся вниз башни в комнаты посмотрим что у нас доступно сейчас добро пожаловать в плодильню хозяин вот здесь яма наше сердце башни улей один тут то мы еще остальные достанем сердце башни не только главный источник ее силы в нем хранятся сведения о вашей свете прикоснитесь и увидите да если подойти к сердцу так нажать и можно сколько живой сколько потеряно всего создание в общем статистика во всех ваших миньонов так это потом будет разрушена стена всякие значки типа меню на овцах так это наша могила это остальные и домининов также здесь будет кузица позволяющую ковать нам новые доспехи и оружие но пока я доступно все это здесь вы можете отработать боевые приемы и если есть желание между прочим это самый лучший способ набивания душ если вы не хотите скажем тратить миньонов сами уже хорошо одеты можете спокойненько выбрать скажем вот любого врага пройти на арену и перебить его там собрать все души и увеличить количество то что она вам потребуется для вас совершенствования оружия и доспехов она усовершенствуется за счет ваших миньонов все вам придется скажем вполовлять ваших миньонов вам доспехи и оружие поэтому потребуется очень много то что лучше чем ходить по карте искать чему сойти в подземелье в одном месте всех перебить и можем бесконечно много раз это делать ведь уже 53 доступно понюшка овечек потравим как вводится на совершенствование башни восстановление тоже потребуется деньги поэтому деньги нам будут нужны у нас даже будет сокровищница которая будет гору золота так значит нас здесь найти хозяйку для нашей башни посетить деревню все это будет выполняться постепенно то есть друг за другом грубо говоря практически здесь спускаю деревню вы и спасли нас надо расчистить нюшка сам проходик можно также грабить здесь дома жителей но если мы ограбим полностью деревне нам прибавится злости у меня прямо душа радуется когда смотрю на отдыхающих вот ведь веселая компашка в родной руборе меня называли арчибальдомилсом мафусаилом вихристалом третьим но местные зовут меня просто арчи тяжелые были времена полурослики рыскали по фермам все тамошние жители собрались в кутеже у меня перед крыльцом зачем ты выбрали меня мэром а у меня одна только выпивка и никакой еды послушайте мне бы очень помог отважный рыцарь который бы вернул провиант украденный полуросликами их деревня находится на востоке спорю там они хранят награблены предлагаю сделку нам сытые брюхо вам звонкие карманы по рукам само собой плати бабос все будет окей деньги можно доставать как это все разнося так и можно с помощниками сделали за нас всю работу разносить них на дома но конечно мы не будем разносить полностью дома может быть по пути там парочку разнесем хороший полурослик мертвый полурослик афра кит стоят разбиваемых там экипировка и также деньги там все можно идти и видите герои дом так нам дали это здание найти еду для жильцов эй куда прешь у нас тоже есть права ну провока есть вкачать и заставляли назвать друзей позови и наша коллекция душ пополнится так нам нужно быть туда идти так и еще начал кроме все ворота какие ведут в эту деревне что можно было ходить свобода по ней здесь у нас разнести тоже там крысы какие-то вы будешь разобрались милы замок кутеж осажден он горит демоны там демоны они появились прямо из воздуха госпожа приказала нам бежать я бежал без оглядки даже когда раздались крики я не знаю спас или кто-нибудь еще вот красный госпожу найдем там а Давайте этот таймик разнесём. Всё, я пошёл за сковородкой! М-м-м, ужин готовить. Эй, будьте поосторожней с этим! Ну, я думаю, вот мы открыли все ворота, какие доступны здесь. Эй, куда прёшь? У нас тоже есть права! Так, расчистим задорожку. Не заставляй меня звать, друзья! Полу-русиков порубим здесь. Открыли ещё одни ворота. Даже обходной путь нашли. Ничего страшного. В общем, мы быстренько сейчас тут порежем на капусту. В том числе и вот этих толстопузиков. Открыли. Поехали. В общем, у нас есть шанс. Ти-нет, я нет. Ти-нет, я не уб intact. Ти-нет, ки-нет! Ти-нет! так здесь мы уже были он там . это телепорт нашу башню ну пойдем полрусликом зайдем на чай или на щи раздадим им по щам мы зайдем в гости тук-тук кто там это мы армия миньонов но точнее к нам нужно вечеринку оторваться чё-то там за колобок такой ущерб еще туда попасть надо еще тут круги повелеть кто-то тут у нас так зарежу шишку потеряли троих миньонов так много миньоны могут нас нажраться первым делом надо закупорить эти норки иначе отсюда будет всякая говно листья это нам нафиг не надо так даже преграды есть такие заборчики ничем и разнесем их еще остальное мы же зло он меня нажал с уже вас светится от счастья денежки 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 ну что еще забыли нет похоже не видать на вечеринку пока они будут тут заняты нам стоит поискать дети жадные демонята спрятали провианты с кучей жанр ну да пойдемщик призовемся еще трех миньонов тут недалеко я вам было не обязательно упор подходить можно дистанции призывать думаю визиту такого красивого и величественного господина здесь будут рады повелить какая честь какая честь ну начнем тут вечеринку мы можем сразу сюда телепортироваться даже вечеринка и посуды я плачу останетесь можно практически все нам зайдем в чем он тут угловой комнату а с помощью нас ступайте тихо господин и пусть полурослики уже никогда не проснуться на этой радостной ноте они увидели свой последний сон пушевист конечно нужно много чем тоже здесь много всякого хлам который можно разломать и не он успехи оружие на те же вооружение 184 даже уже в 187 то есть мы все разнесли пойдем дальше следующая комната может у гостей ждут так здесь можно только через что открыть ну ладно пойдем туда какие-то корзинки эти мерзкие твари не слишком то любят полуросликом наболела виду на полетки страшно но уже тысячи монет и готовы полурослик не вижу не готовы полурослик у полуросликов норы повсюду нужно их засыпать чтобы остановить нашествие ну ладно разнесем так чем тут еще есть сколько хлама на наружении уже почти 200 денежку в казну у нас почти 200 вооружений уже 5 копеносы чем плохи что на таран берут миньонов и раскидывают их мешочек с денежками прибавка к казне налоги из полуросликов мы зашли в этот дом и разнесли все в нем заплати налоги и спи спокойно нечем спать миньонов задействована в том что они несут мешок и 5 я могу использовать собой данный момент Они сами сейчас его оттащат, куда надо. Вот так вот. Сразу прибавочка еще к нам. Пошли дальше, неплохо сходили в гости. Такая музыка веселая, по настроению. Ладно, зайдем сюда, посмотрим, что у нас здесь. Здесь может тоже поживиться. Умоляю, выпустите нас отсюда. Там есть специальное колесо. Я слышал, что полурослики собираются скормить нас Мелвину. О, и я не хочу стать жуток пустой. Умоляю! Умоляю! они не заплатили налоги и уснули неспокойно так выпустить мы можем их с помощью этого колеса достаточно зафиксировать шифтом левом и отправить туда в парочку биньонов крутить его ведь леса маленькая небольшое поэтому туда влазит только 4 минюна спасибо спасибо ноги сладким потом и притащить сюда кучу еды вы разве не ее ищите пошли нужно возвращаться в кутишь кутишь нужно продолжать вечеринку вот это тыквочка наверное несколько лет росла не хотите ли разбить ее в смятку жду не дождусь только на начало не сделаю вот что заткнули лишние дырки здесь чтобы меня никто не беспокоил теперь можно и порубать никто не помешает на салат ухты новая вещица обожаю обновки кажется это колесо разломал какой-то глупый полурослый теперь вам придется найти недостающие спицы господин сейчас меню на там это тащит нам тотемчик и вернуться к нам пойдемте встретим их теперь вы можете управлять 15 прихвостями но ведь они сами к нам бегут да у средней овцы клеток в мозгу вдвое меньше и как раз здесь мы можем еще обратных призвать эти вооруженность армия упала но нас больше нет этот тотем и так сюда мы не пройдем пойдем наверх и 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 вот начинаем вооружать и новых ведь уже 15 уже на новую быстрее все сносится крыс попозно заметаем один меня нашел нам палочку численно отнесет и денежку и оружие все и и и и и и и ну думаю на этом моменте мы закончим всем спасибо ждем продолжение в следующем видео ставим лайки подписываемся всем удачной игры